Друзья, всем привет, рады приветствовать вас на канале На Пару. Мы с Максимом продолжаем выяснять, кто же из нас умнее. У нас есть колесо с разными категориями. Мы его будем вращать и выяснять. Кто самый умный в семье подберезки? И что самое интересное, поскольку у нас на Твиче появился новый спонсор, мы решили между собой разыграть небольшой бюджет. Кто сегодня победит, сможет купить себе что угодно на 50 тысяч рублей. Ставки максимально высоки, никогда такого еще не было. В конце ролика вы увидите, что кто-то из нас купил. Надеюсь, это буду я, потому что я кое о чем давно мечтал. Но список составляло вопросов Алины, и это меня пугает. Там есть категории, в которых силен Максим, и есть категории, в которых сильна я. Ну, я надеюсь. И отвечать мы будем по очереди. Кто первый собьется, тот и проиграл. Например, первая категория, это 17-я. Давай прям задирать ее. Интересно, что там? Это бренды электроники. Так, начинаем. Поехали. Sony. Panasonic. Samsung. Apple. Lenovo. Tesla. Nokia. А Tesla считается? Ну да, я думаю, да. Это электрокарта, так что электроника. Microsoft. Ну, Xbox и Microsoft. Honor. Huawei. LG. Oppo. Panasonic. Samsung был? Да. Panasonic. Я называл. Как сложно. Ча-ка, пять секунд. Пять. Четыре. Hire. Hire, как правильно? Hire. Dyson. Это мое следующее было. Raventa. Tefal. Babyliss. Я таких не знаю, ты уже придумывать начала. Хорошо, Nintendo. Brown. Steam Deck. Ну, то есть, получается, Valve. Mille. Кто? Mille. Пиво, что ли? Mille очень дорогая техника бытовая. Раз. Asus. Горенье. Nvidia. Пять. Четыре. Три. Везде Sony меня окружает. Один. Ладно, здесь балл, честно, отходит к тебе. Я всю технику перебрала вокруг, что есть, и все вокруг Sony почему-то. Знаешь, что ты не задавала? Я, чтобы победной закрепить борг. Точно, точно. Этот балл мне. Было тяжело. Но, пока вы наслаждаетесь этим роликом, я хочу вам напомнить, что нас ждет невероятный матч. Его можно сделать еще интереснее благодаря нашим друзьям OneX. Они на рынке больше 17 лет и являются официальными спонсорами таких команд, как PSG, Barcelona и TeamSpirit. Быстрая регистрация, никаких комиссий, все ссылки есть в закрепе. Там же вы найдете промокод, который даст до 25 тысяч рублей бонусом при первом пополнении. Можно я, да? Ты крути барабан, а вы, друзья, поставьте Лукас, если считаете, что я умнее. Здесь будет самое маленькое количество лайков в истории. Матч, реванш, косметические бренды. Кто этот список составлял, даже не знаю. И я, и я составлял список. Это сразу себе забери. Ну, а ты не будешь даже драться? Я так чисто гол престижа забью. Хорошо, давай. Клиник. Версачи. Допустим. У них нету? Ну, есть немножко. Шарлот Тилбери. Ну, если чуть есть, то все. Да, да, да. Этот раунд, похоже, будет очень-очень короткий. Я покупаю косметику. Какую покупаю? Давай, давай. Да ты все время что-то покупаешь. Какую? Я проиграл. Понятно. Браун. Браун не делает косметику. Ты пипец придумала. Простите, простите. Там есть категории, в которых я точно ничего не назову. Так что... Да, 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 да. Один-один пока идем хорошо и мне это нравится. Там есть бренды игр? Есть. Хорошо, тогда ладно, тогда ладно. У меня будут шансы, значит. Там есть фиферы, что самое интересное. Блин, мне кажется, ты больше фиферов назовешь. Не знаю. Англоязычных можно будет? Ну, конечно. Тогда я. Ну, я не уверена, что я могу перепроверить твою инфу. У нас один-один. Алина немножко смухлевала. Слушай, чуть не повторилось. Столица. А я думаю, у тебя больше шансов. Ну, давай попробуем. Москва. Киев. Вашингтон. Варшава. Прага. Вена. Бразилия. Париж. Рим. Лондон. Лондон, Париж. Все, что мы знаем. Оттава. Правильно же это же столица? Да. Оттава столица. Кейптаун. Допоминает 200 стран в мире, как бы, да? Мне очень стыдно. Братья белорусы. Сейчас Минск. Молодец. Токио. Гонконг. Пекин. Я скажу, столица? Я просто... Гонконг не столица. А, Пекин. Ну, а нет, независимый этот. Ну, там сложные... А, ну, мы не спорим в политику. Да. Пекин тогда, да. Это Пекин. Назовем сюда его, запихнем. Душенбе. Душевно. Истамбул. Ишинев. Только ты назвал неправильно. Столица Турции, не Истамбул. Да что? Анкара. Анкара. Простите, пожалуйста, турки. Я уверен, что нас смотрят турки. Простите, пожалуйста, Анкара. Усправляйся быстро, Анкара. Хорошо. Как я тебе подсказала, ну, допустим. А ты сказала что? Я сказала Кишинев. Торонто. Амстердам. Торонто же, правильно? Ты уже называл. Оттава ты сказал там. Теперь ты сказала там Торонто. Давайте определимся, какая столица у Канады. Максим считает, что Оттава и Торонто одновременно. Оттава. Оттава. Зачем называешь Топер Торонто? И сам сказал Оттава. Я забыл уже. Так, значит, мой ответ. Сейчас, сейчас, сейчас. Как сложно, когда тебе поджимает время. Не надо третью столицу Канады называть. Точно? Не надо. И сколько город там знаешь? Берлин. Ванкубер там еще есть, если что. Как вариант столиц. Берлин, хорошо. Раз. Два. Мадрид. Абудаби. Раз. Морез. Я знаю, знаю, правильно. Так, какие мы страны не прошлись. Да, действительно, какие страны мы не прошлись. Лиссабон. Хорошо. Не было же. Не было. Каир. Было, по-моему. Каир не было. Точно. Хорошо. Ну ладно, не было. Не было. Алжир. А у них Алжир и Алжир? Да. Они недолго думали. Как Бразилия, да? Да. Я пытаюсь вспомнить столицу одной страны футбольной, но прям в голову не лезет. Прям хоть убей. Ладно, какая-нибудь Варшава была? Да. Была? Какая-то Варшава была. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Спасибо. Спасибо. А Белград, Бухарест и все вот эти на букву Б столицы. Братислава, ты что ни по-славянски на этим не прошелся по всем? Ну ты молодец. Зато мы знаем, что у нас две столицы. Давай, вращай барабан. Твой раунд. Пока. Два. Один. 50 тысяч на кону. Вы помните? Правда, я вращал за тебя, но это не важно. Сейчас ты начинаешь. Техника. А чем отличается техника от брендов электроники? Под техникой предпозапливала виды техники. Окей. Что-то электрическое, электронное, техническое. Хорошо. Давай, стиральная машинка. Кран. Судомоечная машинка. Ты будешь всегда кофе-машинкой, тогда я отстрелю твои оружия. Нет, не трогай, мы категорию кухня. Чайник. Фен. Пылесос. Я только что хотел сказать. Хорошо. Лампа. Блендер. Это читается лампа? Да, блендер. Хорошо, выключатель. Микрофон. Розетка. Телефон. Камера. А техники больше нет. Экскаватор. Приставка. Игровая, все сразу. Машина. Телевизор. Чего так, я туплю. Не знаю. Хлебопечка. Лифт. Духовка. Мультиварка. Соковыжималка. Хорошо. Хлебница. Тостер. Электробритва. Боже мой, электрозубная щетка, так можно что угодно. Эпилятор. Хорошо, электронасос. И насос обычный сразу давай. Да не надо электро теперь ко всему приписывать. Ну, потому что нет, насос есть такой, а вот как мы покупали, которые в батареечке. По факту он электро, спорить не буду. Самокат. Пауэрбэнк. Скутер. Блок питания. Давайте сразу все отметим в блок питания. Я ищу, что электро у нас есть сейчас судорожно. Сушка. Ноутбук. Ты наперед работаешь? У меня много уже. А мышка-то считается отдельной? Клавиатура, мышка. Давай периферия назови, иначе это... Да, периферия, я все это клава. Компьютер. А ноутбуки, компьютер, да, разные? Конечно. Колонки. Это периферия. Ну... Нет, это другая периферия, это сабвуфер, музыкальный центр. Хорошо, все, музыкальное вот это мы убрали, окей? Да, да. Электрогитара. Бур, буровая машина. Хорошо, насос. Ты говорил же, насос электросам, его отсек уже. Ну, я имел в виду насос, который, типа, например, забывает воду. Ну, ладно, согласен, пусть будет то же самое. Насос же есть, который... Он все равно сосет? А какая разница у кого и что? Как элитная эскортница, окей. Ты? Удлинитель. Ну, сомнительная эта техника. В смысле? Ладно, хорошо, удлинитель, техника. Там электроники больше, чем в твоем Дайсоне. А фен был, кстати? Да. Очень жаль. А стайлер для волос со всеми насосками? Это одно и то же. Плойка для волос? Хорошо, плойку можно зачесть. Да. И потом не будем делать выпрямитель, это то же самое. Да, хорошо, да. Зря, конечно. Я скажу, что разная техника. Видеокарта. О, господи, начинка всего-то, звуковая карта. Мы же договорились со звуком, нет. Процессор, хорошо. Жесткий диск. Процесс, SSD. Я больше не знаю, что там есть флешка, считается техникой? Ну, да, 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 да. Хорошо, я бы засчитал космический корабль. О, господи. Нет, все, я сдаюсь. Ракета. Ты пошел уже на большие какие-то машины, я сдаюсь. Хорошо. Изи винт. Отдаю тебе 2-2. Крути. Вращайте барабан, я. Ох, я себе знаю, что прикуплю. Сейчас будет моя категория, ты попала в просак. Да. Поэтому крутану я. О! Между двух. Слушай, как странно падает. Нет, ты просто получаешь 1 балл, ни за что. Вот тут я приклеила знатно. Просто 1 балл. Теперь 3-2 и так быстро. Наконец-то мужчинам что-то достается на халяву. И даже не нужно было Овнифан создавать. Крути еще раз. Нужен гол, нужен гол. И фастфуд. Ну, мы эксперты. Ох, сколько было всего снято. Приступаем. Вкусная точка. Макдональдс. Бургер Кинг. Кэйси. Сабвэй. Ростикс. Теремок. Как это назвало? Шурмания. Самая лучшая шурмания. Единственное, почему я в Москве сейчас скучаю. Крошка-картошка. Пицца-хат. Доминос. Кофе-хаус. Додо. Кофе-хаус можно, да, наверное, посчитать? Ну... Сюда встретился, что в хаус это дешевая шоколадница. Додо. Додо. Окей. Эль Патти. Мистер Гисбургер. О, ну началось, боже мой. Хорошо. Сайт. Вендис. Краснодарский парень. Асуба-бургер. Как вам? Ага. Как у этого называется у обломова доставка? Не помню. А-а-а. Нужно название. Давай-давай-давай-давай. Ладно. Фарш. Сал. Это у кого суши на стырил. Да, я понял, я понял. Слушай, для обзора... Суши Вок. А суши считается фастфудом все такое, да? Конечно. Тогда Тануки. Икитория. Ладно. Это план перехват. Ташир пицца. О, я пытался название, даже вспомнить, все время из головы вылетает. Блин, если честно, кроме вкусной точки там ики... Нандос! Как я скучаю! Скоро буду в Дубае и буду жрать каждый день Нандос. Сам в одну фару, понимаете, и меня с собой не берет. Угу. Так, еще и забрал Нандос. Вообще. Блэк Стар Бургер. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Вот как-то так. Главный обзорщик фастфуда и любитель его проиграл в этом раунде. Что, предлагайте последний, решающий раунд, потому что надо разделить... На колуну полтосик. На колуну полтосик. Ты примерно представляешь, что закажешь? Примерно, конечно, давно представляю. Всегда мне есть полный вишлист на все случаи жизни, на все суммы. Самый важный оборот в этом месяце. О, посильнее, чтобы, да? И сейчас дубль. Дубль. Дубликат, как FIFA. Нет. О, Господи, там какой-то длинный текст меня это пугает. Фильмы по книгам. О-о-о-о. Давай только сразу обговорим, что... Одна часть, не надо всякой части. Да, да, Гарри Поттер он один. Гарри Поттер. Я сейчас... А мы должны называть... Потому что Гарри Поттера нет фильма. Мы фильмы называем, что сказал, фильмы. Хорошо, то есть я должен назвать любой фильм. Ну, наверное... Кузника с Кабана. Хорошо. Голодные игры. Сойка-пересмешница, как он называется? Фильмы без сериала сразу. Властелин, Колец и Братство Кольца. Так, Игра Престолова, это сериал, да? Не подходит сюда. Блин, если честно, мой мозг вообще не понимает, что происходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Несколько книг читала, фильмов смотрела. Что же происходит? Десять секунд даю. Десять. Ребекка. Книга и фильм не смотрела. Хоббиты. Это не продолжение Властелина Кольца? Нет, это вообще отдельное. Да? И даже книги отдельные. Мастер Маргарита. Ну, сейчас начнется по всему, по Достоевскому пойдешь. Вот, вышел новый фильм в кинотеатрах, недавно, идет. Давай я сразу одно назову за все, потому что это невероятно много. Пусть будет Война Бесконечности, потому что есть книги. Я хотела за нас. Сразу всю супергеройщину убираем, иначе это будет опять же бесконечно. А я могу DC что-то просто назвать какой-то один? Хорошо, давай. Бэтмен. Ну, там есть, кстати, книги детективные. Хорошо, Бэтмен. Но только ты название книги вряд ли знаешь. Фильм, название, назови. Темный рыцарь. Шарик, лучше и лучше, согласитесь. Ну, комикс тоже считается книгой. Сумерки. Я Белла Порч. Я всегда с открытым ртом. Она не Белла Порч, ну ладно. А Белла Порч это... А это другое, да. Белла, короче, вы поняли. Боже, ты даже Сумерки назвал. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. На кону пятьдесят тысяч рублей. Два. Один. Мой мозг просто... Реально были обезьянки внутри. Нет. Дэн Браун. Дабили. Нет. Нет. Я столько читала книг и смотрела фильмов. Очень сложно в такой стрессовой ситуации вспомнить. Знаешь, что я сделаю? К пятна... А дашь мне? Ни за что. К пятидесят тысячам рублей я добавлю буквально еще пятнашку, чтобы заказать то, о чем всегда мечтал. Портатив. Мы даже сегодня это обсуждали. Портативную консоль. Я тебе два месяца о ней говорил, что я хочу что-то типа стимдека, но чтобы можно было Windows именно запустить. То есть, игра теперь будет еще больше. Поэтому я закажу себе что-то типа Lenovo или Asus ROGALIA. Сейчас выберу. Поставим вам скриншотик, что все честно. Я оплатил. И, наверное, в каком-нибудь следующем влоге, вот попросили влоги, да, мы сделаем обзорчик на нее. Ну, это сразу говорю, это не реклама. Lenovo даже из России ушла. Так что... Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился ролик. Надеюсь, вы считаете, что все это было честно. Я считаю, что не очень. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и оставайтесь с нами на пару веселей. Пока-пока. Ну, знаешь, что забавно? Я был в трех категориях сильнее, но выиграл. Да, из этого одного балла, ты понимаешь? Везет тому, кто везет. А ты бы что бы заказала? Я бы шлепки себе какие-нибудь, кроссовки. Я за 50 тысяч шлепки у тебя по заднице бы надавал. Я же в Дубае лечу, мне нужны шлепки за 50 тысяч. Лечу я в Дубае, не путай. Блин, точно. Даже здесь меня прокинули.